Пишите на ней большими буквами, выносить первое при пожаре. Да вы не знаете, кто я. Я не знаю, кто вы. Есть мечтатели, а есть предприниматели. Обязательно предусмотрите работу бухгалтера, умеющего работать с электронным бюджетом. Кредит — это даже лучшее, потому что тебя держишь в ежовых рукавицах. Я была человеком, кто не давал гранты. Грант получить — великая радость. Государство обмануть нельзя. Государство можно обмануть только в том случае, когда ты согласен с тем, что ты сядешь. Регион заинтересован в том, чтобы все было четко, правильно и вовремя. Я, как акушер-гинеколог, могу вам эту беременность выносить. Я вас буду пичкать идеями, как витаминками. Я вам даже могу помочь родить этого ребенка. Я вот этот процесс не могу с вами делать. Это вы его делаете сами. Добрый день. Меня зовут Маргунова Ирина. Я являюсь руководителем отдела развития компании «ЗСК Сфера». Мы находимся в Москве на туристической выставке «Пир» на стенде нашего партнера, группы компании «Атмосфера». И сегодня мы встретились здесь и записали для вас большое интервью с Еленой Суслиной. Поговорим, конечно же, с Еленой о грантах и мерах поддержки государства. И самое важное, как отчитаться за полученные средства. Здравствуйте. Сегодня мы находимся на международной выставке в Москве на «Пир Экспо». На стенде у наших коллег, партнеров, группы компании «Атмосфера». И сегодня моим гостем является Елена Суслина. Елена Суслина, с которой мы поговорим о грантах, субсидиях, а точнее о мерах поддержки государства в туристической отрасли. Ну и как обычно, я прошу всегда представиться. Лен, представься и расскажи немножко о себе. Добрый день. Я являюсь экспертом по проектной аналитической деятельности в сфере туризма. То есть знаю все про гранты, умею их писать и научу их писать вас. Писать заявки так хорошо, чтобы вы получали эти самые гранты. Сколько с твоей помощью уже привлечено в проекты средств? Считала? Есть такая статистика? Нет, я уже перестала это считать, потому что если раньше грантов было крайне мало, то теперь их много и для предпринимателей, и для некоммерческой сферы. И, честно говоря, я уже перестала считать и победителей, и тем более количество денег, которые победители получили. Ну, не знаю, не буду врать, поэтому лучше я говорить не буду. Иногда даже, знаете, я даже не всегда знаю о том, что заявитель победил, потому что спустя какое-то время они говорят о том, что, ой, Лена, мы вот победили, мы почти закончили, или вдруг возникает необходимость проконсультироваться, как сдать отчетность. И вот тут я уже понимаю, что заявитель уже с деньгами пытается правильно отчитаться. Понятно. Скажи, пожалуйста, главный вопрос. В 2024 году будут гранты? Гранты будут, но они будут в других направлениях. Не на строительство глэмпингов или модульных отелей точно. Значит, интервью можно брать. Гранты будут? Гранты будут, да. В сфере туризма гранты будут. В этом году, в 2024 году у нас будет действовать единая субсидия, на которую сейчас в ноябре, в октябре месяце будут подаваться регионы. Но эта субсидия будет по четырем направлениям. Будут благоустройство пляжей, создание или благоустройство туристических маршрутов, включая национальные маршруты. Это будет организация проведения событийных мероприятий. Естественно, эти мероприятия должны быть областного, большого, регионального масштаба. И еще одно направление – это культурный код центра города. Именно города, а не региона? Именно города. То есть не обязательно это город-областной центр, это может быть и районный центр, да, и исторический центр какого-то города. Достаточно такие серьезные масштабные субсидии. Причем регион подается как, просто подает сумму, не выделяя на какое конкретно направление. А далее уже, когда они получат сумму, они могут либо распределить на все четыре направления, либо выбрать какое-то одно, да. То, что главным и необходимым будет именно для региона. Какие вообще виды поддержки государства есть? На что можно рассчитывать? Они же не всегда материальные. Да, я с вами согласна, что всегда рассчитывать только на то, что получить от государства деньги – это, наверное, не очень правильная история. Знаете, я всегда говорю, что есть мечтатели, а есть предприниматели. Очень бы хотелось, чтобы в сфере туризма было больше предпринимателей. Потому что благодаря тому, что среди мечтателей много победителей в грантах, которые денежные, то сейчас идет такое некое цунами исковых заявлений по поводу возврата этих самых средств за невыполнение сроков. Кроме финансовых поддержки, может быть и не финансовая. Мы сейчас знаем, что на карте Росреестра есть определенная выделенная категория земель, которая называется «Земли для туризма». То есть, зайдя на кадастровую карту, поставив галочку «Земли для туризма», можно увидеть в регионах, конкретно в своем, какие земли разрешены. Потому что не устаю повторять, что для того, чтобы построить глэмпинг, построить модульный отель или вести предпринимательскую деятельность в сфере туризма, нужна земля в правильном разрешенном виде использования. Вот как раз те земли, которые обозначены как земли для туризма, они уже разрешены к использованию в этом направлении. Помимо всего прочего, очень серьезная информационная поддержка идет. От таких, скажем, институтов предпринимательской поддержки «Это мой бизнес». Здесь вы можете получить как образовательные, информационные, юридическую поддержку, подготовку документов ваших, подготовку бизнес-плана делают. Это все делает «Мой бизнес» бесплатно. Изготовление вывески, создание сайта, продвижение уже имеющегося у вас сайта. Вам просто нужно зайти на сайт «Мой бизнес» и посмотреть, какую поддержку оказывает этот центр конкретно в вашем регионе. Также хочу обратить ваше внимание на корпорацию МСП. Льготные кредиты, субсидии, разного рода обучающие курсы и очень серьезная юридическая поддержка. Если вы попали в тяжелую ситуацию, однозначно можно найти поддержку именно в этом центре поддержки корпорации МСП. МСП в своем регионе? В своем регионе. Нет, корпорация МСП – это общефедеральная такая программа. На сайте заходите, смотрите. Контакты. Хорошо. Самое интересное, естественное, самый сладкий кусок пирога – это финансовая поддержка. Давайте с этим разберемся. На что распределялось уже? И что это такое? Субсидии, гранты? Чем они друг от друга отличаются? Госзакупки же есть еще, и многие в них участвуют. Давай про это поговорим. Но про кредиты мы не будем говорить. Это все то, что возвратно и с процентами. Это никто не любит. Ну, нет, я иногда думаю о том, что кредит – это даже лучшее, потому что тебя держишь в ежовых рукавицах, и ты точно знаешь, как правильно его… Ты знаешь, прописаны все шаги, как ты должен его отдавать, и ты ежемесячно должен отдавать этот долг. Что касается субсидий и грантов? Субсидии – это всегда у нас то, что позади. То есть вы изначально что-то приобрели, построили, взяли кредит, и вот часть ваших затрат может погасить государство. Проценты по кредиту, то есть тело кредита вы возвращаете самостоятельно, а проценты может погасить государство. Итак, субсидии – все то, что у нас позади. Сначала приобрели, построили, сделали, потом получили деньги. Поэтому, когда была объявлена именно субсидия на строительство модульных отелей, нужно было понимать, что, скорее всего, на 90% вы сначала должны будете построить все за собственный счет. Вот вы написали, что ваш инвестиционный проект 60 миллионов, при этом 30 ваши, а 30 государственные. Вы должны были понимать о том, что 60 нужно будет вложить самостоятельно. И только после принятия вашего объекта 30 вам вернется. Об этом очень хорошо на всех образовательных своих мероприятиях говорили в Татарстане. Там прям сразу предупредили – сначала строим, потом получаем деньги. То, что касается грантов, гранты – это всегда то, что впереди. Мы изначально пишем с вами проект, мы прописываем план наших действий, распределяем смету, сколько на что у нас будет потрачено. Получив эти средства, мы начинаем реализовывать проект. Из того, какие у нас были материальные поддержки. Ну, первое, про то, что я уже начала говорить, это субсидия на модульные отели. Она у нас действовала в 2022 году и в этом году разыгрывалась на 2023-2024 год. Вот за три года в этом направлении было выдано 23 миллиарда рублей. Беспрецедентная сумма поддержки. Очень большое количество будет создано новых объектов. При том, при всем строго оговорено, что модуль должен быть круглогодичным, обязательно санузлом, не менее 16 квадратных метров без учета санузла и должен быть заводской постройки. То есть построить, простите, как это у нас уже давно все говорится, из говна и палок было невозможно. Приоритетом было, если модуль будет построен из бруса, из клееного бруса, это было приоритетно. И приоритетно было, победили в основном те проекты, которые запрашивали от 20 номеров. То есть это была субсидия не для нулевого проекта, не тогда, когда у вас ничего нету. Действующий проект. Действующий проект. Потому что при оценке ваших проектов была такая оценка, есть ли на территории объекта инженерная инфраструктура. Имелось в виду, что уже подведена канализация, есть электричество, есть вода. Вторым пунктом при оценке было наличие капитального строения, которое используется как гостиница. Это тоже было приоритетно. И было очень, конечно, выгодно, если ваш объект находился на территории особо охраняемой территории. Потому что сейчас у нас разрешается строительство на опыты с определенными ограничениями. И я с этим, наверное, должна согласиться. Потому что все то, что под охраной, оно должно оставаться под охраной и сохраняться. Это у нас была субсидия, когда полтора миллиона давало государство. И полтора миллиона должен был вкладывать бизнес. И самое главное условие, что эти три миллиона можно было потратить только на закупку модуля и его монтаж. Нельзя было тратить деньги на доставку, на подключение. Нельзя было на внутреннее содержание. То есть на постельное белье, красивые кресла, где мы сейчас находимся. На это нельзя было. Сантехника, да. Это можно было. Это была неотъемлемая часть. С одним из производителей мы доказывали достаточно долго в одном из регионов, что мебель, которая находится внутри модуля, она является неотъемлемой частью. Потому что конфигурация модуля такова, что в нее невозможно приобрести обычную кровать, которую продают производители. Все, что встроено, оно... Оно можно было, да. Поэтому вот выходили из такой ситуации подобным образом. Это была субсидия. На нее мы подавались с апреля по май. В июне объявили победителей. 8 миллиардов было распределено. И 14 сентября правительство распределило еще 11 миллиардов рублей. Но уже среди тех предпринимателей, которые подавались в мае. Но есть регионы некоторые, которые пошли другим путем. И деньги, которые им дораспределились, и те, которые были выданы летом, они решили провести дополнительный конкурс. Да. У регионов действительно есть достаточно большой объем, да, как правильно сказать, полномочий. Полномочий, да. И, скорее всего, что да, возможно, так можно. Мое личное мнение, это обидно. Когда ты прошел отбор в Минэкономразвитие, и сейчас ты вновь должен претендовать на конкурс. В ряду с теми, кто этого не делал. И может вдруг так случится, что эти средства распределят в меньшем количестве тебе потом, когда ты победил в Минэкономразвитии, и больше отдадут кому-то другому. Это прямо очень неприятная история. И позавчера, нет, вчера опубликовали проект постановления о том, что не все деньги сейчас доведены до получателей в 23-м году, а у нас с вами уже середина октября. Ну, да, и строительный сезон. Строительный сезон заканчивается, и Минэкономразвитие предполагает, что по запросу от региона можно эти сроки продлить на строительство в 24-м году. Но самое главное, я хочу вот еще раз на это обратить ваше внимание. Запрос пойдет в Минэкономразвитие от региона. Поэтому вы, предприниматели, получившие средства на 23-й год, должны сейчас, сегодня заявить своему региональному правительству о своих проблемах по невыполнению этих сроков. Потому что если вы дождетесь декабря, и в декабре сообщите, что вы не успеваете, то тогда получится история такая, что вы не предупредили, мы не знали, мы не запросили, соответственно, будьте добры, сдайте отчетность. И у нас опять начнется цунами по возврату средств. Ну, то есть, все-таки средства, они по большому счету, да, я просто хочу понять, кто решает, вот, давать, не давать гранты, кто выиграл, не выиграл. Это федеральные или это местные, или это разные фонды? То есть, сначала распределяются гранты федеральные, а потом уже местные. В субсидии по модульным отелям распределял победителей Минэкономразвития. Но доводят деньги сначала в регион, регион выдает их предпринимателю, и регион контролирует выполнение этих самых показателей. И отчитывается в Минэкономразвитии. Ну, получается такая тройная ступенька. Предприниматель, регион и далее Минэкономразвитие. Просто многие предприниматели, знаешь, как они обращаются и говорят, а вот в нашем регионе, а мы не знаем, но это же там, где-то в Москве, это же они решают. То есть, получается, все равно мы регион не обходим, мы первым, кому идем, да, за информацией. Всегда идем к региону. Да, это мы говорили про субсидию модульную. У нас еще вот все это время проходили гранты. Как раз то, что у нас впереди, то есть мы сначала пишем заявку. То, что интересно, по сути так. Ну, скажем так, да. Но там и суммы намного меньше. Конечно, суммы намного меньше. В 2022 году были разыграны гранты среди регионов. То есть, опять, сначала регион подавал заявку Минэкономразвития на те направления, которые были удобны региону. Направления у нас были благоустройство пляжей и национальных маршрутов. Второе направление строительство глэмпингов, кемпингов, модульных отелей. Здесь у нас было 4 650 000 рублей максимальная сумма запроса. И третье направление развитие инфраструктуры. Здесь подразделялось на закупку оборудования для пунктов проката и ТИЦ. Здесь можно было потратить деньги на оборудование круглогодичных бассейнов. Там до 5 миллионов рублей. На создание электронных путеводителей и любой IT-технологии, связанной с туризмом. Из 48 регионов 44 региона получили гранты на пляжи. И, как оказалось, по факту это самый страшный грант. Потому что, проводя образовательный акселератор для предпринимателей Оренбургской области по благоустройству пляжей, к нам на акселератор пришло 48 человек. В рамках двухдневного такого интенсива мы выясняли историю о том, что земля у 60% неправильный вид разрешенного использования. В основном это была сельхозка. Как бы красив не был этот берег, как бы замечательен не был вид на реку, озеро, пруд или еще, но если это земля сельхоз назначения, в ней написано, в виде разрешенного использования, что можно делать. Реокреационную деятельность, спортивную деятельность, деятельность в рамках отдыха нельзя делать на сельхозземле. Поэтому у нас отсыпалось процентов с 60. Следующая история про то, что я сам на своей территории, на своих там пяти гектарах выкопал пруд. И вот тут вот у нас сидят в ряд органы исполнительной власти, и начинаются вопросы у представителей экологов. В каком смысле выкопал пруд? А кто дал разрешение копать недра? А каким образом вы заполнили пруд? Откуда вы взяли воду? И так далее. Еще процентов 10 отсыпались по этому признаку. Были варианты, конечно, что я крутой, мне и так все дадут. Это всегда есть такие в любом регионе. С такими людьми прям даже разговаривать очень не хочется. Да вы не знаете, кто я. Я не знаю, кто вы. Я действительно не знаю, кто вы. Но когда вы так мне говорите, я уже предполагаю, что вряд ли кто-то что-то получит. Вторым этапом у нас было по работе с оренбургскими предпринимателями. Мы сопровождали написание заявок. То есть с каждым предпринимателем работало три специалиста. Я под заполнением заявки. Юрист, который проверял все документы. И архитектор. Мы стремились к тому, что нужно создать не просто пляж, который будет являться местом, где погреть пузо. Это должно быть местом притяжения туристическим. То есть необычным, красивым с точки зрения архитектуры и общего планирования с той инфраструктурой или с тем ландшафтом, который там существует. Работа удалась, скажем так, из 12 участников акселератора у нас победили 9. Показатель хороший. Сейчас у нас третий этап работы с предпринимателями Оренбуржья. Мы выезжаем сейчас на место в Оренбург и смотрим, как реализуются проекты. На протяжении вот этого времени до нашего приезда мы контролировали процесс, что получается, что не получается. Почему идут отклонения от сроков? Потому что регион заинтересован в том, чтобы все было четко, правильно и вовремя. Чтобы к 25 декабря все отчитались, что пляжи готовы. Конечно, они готовы к будущему сезону, но так получилось с доведением средств. Перевод средств из одного бюджета в другое доведение до предпринимателей достаточно сложная процедура. Еще она более сложная для предпринимателей, потому что работа идет в электронном бюджете. Я не устаю говорить о том, что когда вы работаете с государством, обязательно предусмотрите работу бухгалтера, умеющего работать с электронным бюджетом. Казначейство – это достаточно сложная структура. И если у вас есть бухгалтер, который вам сдает УСН или нулевку, это не значит, что он у вас справится с электронным бюджетом. Поэтому предусмотрите затраты на человека, который специалист в этом направлении в том числе. А скажи, пожалуйста, про туризм, Минэкономразвитие, который сейчас выполняет функцию Ростуризма. А кто еще, какие еще органы, власти и какие еще направления могут давать субсидирование и гранты? Как вообще такое правило? На сельхозке нельзя, но сельхозпроизводители же получают гранты. Да, я согласна. И поддержку другую. Есть у нас. Кто еще распределяет средства, кому еще можно обратиться и какие условия для этого? Да, есть у нас грант агротуризм. И, к сожалению, я считаю, что это к большому сожалению для представителей туристической сферы. Потому что те туристы, которые были на земле сельхозназначения, вдруг резко решили, что теперь они, если станут КФХ, то можно будет существовать на землях сельхозназначения. Нет, и еще раз нет. Даже если вы фермер и получаете грант агротуризм на строительство домиков, вы должны их строить на правильных видах разрешенного использования земли. Закон не писан для всех. Единый. Первое очередное, на что мы обращаем внимание, это земельный кодекс. Там прописано, что можно, а что нельзя. Поэтому, если вы предполагаете на деньги агротуризма построить какой-то объект, места размещения, они должны быть на правильных видах разрешенного использования. Агротуризм может получить средства сельхозпроизводителя. Это может быть просто КФХ, и это может быть сельхозкооператив. Вот в данном случае сельхозкооператив удобен и интересен. То есть предприниматель в сфере туризма создают с фермером сельхозкооператив. Один занимается фермерством, второй занимается приемом туристов, и они работают на благо друг друга. Я выращиваю картофель или я выращиваю, не знаю, что я там могу, клубнику или еще что-то. А рядом у меня есть туристический объект, куда приезжают туристы, чтобы отдохнуть, посмотреть на красоту и прийти на ферму к моему соседу, собрать ту самую клубнику. Вот он этот самый агротуризм. Но чаще всего сейчас в большинстве случаев агротуризм получают, кто занимается пчеловодством, апидомики, дегустационные залы, дальше это рыбоводство, то есть пруды, рыбалка и так далее. Здесь у нас средства от 3 до 10 миллионов рублей. Сумма зависит от софинансирования. Чем больше софинансирования, тем большую сумму можете запросить. При софинансировании от 25% вы можете запрашивать 10 миллионов рублей. В сравнении с нашими грантами туристическими, конечно, это большая привилегия. Да, у нас максимум 4,650, при софинансировании не менее 30%, но регион имеет право назначить эту сумму больше. В агротуризме, соответственно, 25% и 10 миллионов. Еще хочу отметить именно экспертизу оценок в агротуризме. Вначале предприниматель подает свою заявку в регион. С регионом ее прорабатывают. Там действительно серьезно прорабатываются эти проекты. Регион дальше отдает в Минсельхоз. И уже Минсельхоз, создавая комиссию, выбирает, скажем так, шорт-лист. И далее этот шорт-лист защищает в онлайн-режиме свои проекты. Вот я в этом году присутствовала на одной из сессий онлайн-защиты. Я должна сказать, что когда вы пишете проект, вы же влюблены в свой проект. Вы его знаете досконально, да прям до запятой. А когда я, как эксперт, читаю вашу заявку, мне он совершенно непонятен и неизвестен. И поэтому возможность защищать свой проект дает больший шанс победить. Потому что вы своей харизмой, вы своей любовью к своему проекту можете убедить эксперта, что вы незаменимы в этой сфере. Поэтому честно, мое личное мнение, что экспертиза агротуризма намного более открыта. И не возникает вот этих проблем, знаете, вот этих, как говорят, терок, обид и терок. Почему дали тем или другим. Мое предложение, про которое я пытаюсь говорить везде и всюду, о том, что давать деньги на регион хорошо. Но есть Иван Васильевич Петров, не знаю, в каком-нибудь там, не знаю где, Тьму-Таракань, у которого потрясающий, замечательный туристический объект. Но он не может подать заявку на грант, на поддержку, потому что его регион не победил в Минэкономразвитии. Вот когда у нас был первый грант от Ростуризма, это было, я считаю, что это было правильно. Когда заявки, во-первых, все заявки были в онлайн-режиме, это правильно. Потому что заполнять бумажные заявки, нести кучу документов, это уже как-то, ну не знаю, в наше-то время, вот цифровизации во всем, до сих пор писать заявки на бумаге, но это прям очень неудобно. Очень хороший пример экспертизы – это фонд президентских грантов, фонд культурных инициатив, когда одну заявку оценивают не менее трех экспертов. Эксперты между собой не знакомы, эксперты приглашаются из разных регионов. Объявить эксперт о том, что он является экспертом данного фонда, нельзя до окончания календарного года. Да, это запрещено. Я вот в этом году была в экспертизе четырех грантовых конкурсов, только движение первых разрешили это сделать. И вот в движении первых я гордо говорю о том, что я была человеком, кто не давал гранты. О, ма-ка, значит, оттуда? Да, кто не давал гранты в том числе. Так вот, если бы у нас заявка приходила централизованно в федеральный центр, каждая заявка оценивалась бы тремя экспертами, и уже потом собирался экспертный совет из представителей региона, возможно, министерства туризма, департаменты туризма региона, и они бы уже из тех заявок, которые набрали определенное количество баллов, зная специфику своего региона, давали характеристику тому или иному объекту, это было бы правильнее. Вот эта точка, вот не знаю, вот... Которую еще нужно докрутить, да, если... Ее нужно докручивать, чтобы это было честно и открыто. И сведения о всех заявках должны быть также в открытом доступе. То есть вот подалось 100 заявок, все 100 заявок должны быть представлены на портале. Победил из этих заявок 20, потому что они набрали вот такие и такие баллы. Обязательно нужно давать характеристику, по каким баллам, из-за чего, по каким критериям заявка не прошла. Неприятно, когда ты понимаешь, что ты проиграл, и ты не понимаешь, почему ты проиграл. Да, можно написать запрос в регион, и регион по этому запросу может вам дать ответ. В положении прописано, что грантодатель не обязан давать такой отчет. Но, да, не обязан. Но если он это сделает, появится доверие у предпринимателя к органам власти. Что, мне кажется, очень сейчас важно, особенно когда распределяются такие огромные суммы. Хорошо, то есть смотри, у нас получается фонд содействия президентских инициатив, Минсельхоз, это помимо Минэкономразвития, Росмолодежь. Росмолодежь, гранты для физических лиц. Давайте так определимся. У нас есть гранты инфраструктурные, когда мы покупаем оборудование и на нем зарабатываем. Это вот наши гранты по туризму, да? Это может быть грант соцпредпринимательства, где мы можем получить 500 тысяч рублей. Ну, на гости, на что-нибудь там. На аренду помещений и так далее. Но для того, чтобы его получить, необходимо войти в реестр соцпредпринимателей. Чтобы войти в этот реестр, мы с вами идем в мой бизнес. В свой региональный мой бизнес. В лодку и сдавать там ее в аренду против евро. Да, как вариант. Дальше у нас Росмолодежь. Это гранты для физических лиц. Гранты, посвященные реализации нескольких мероприятий, посвященные одной тематике. Был у меня на консультациях предприниматель из Башкирии. У него туристическое агентство. Но вот на правах как общественной инициативы он проводит бесплатные туры для студентов. И у него был грант о том, что они на катамаранах будут проводить в течение лета спуски по рекам, проводить экологические субботники и так далее. Тем самым и знакомя молодежь с красотой Башкирии и создавая такое экологически чистое пространство вокруг тех рек, которыми славится Башкирия. Вот на это человек получил миллион рублей. Гранты у нас до миллиона рублей. Гранты даются заочно. Заочные гранты у нас март-апрель и август-сентябрь. Есть заочные и форумные. Форумные кампании это когда вы регистрируетесь на форум, который близок вам либо по тематике, вы занимаетесь экологией и едете на экологический форум, либо близок вам территориально. Вы живете в Башкирии, в Башкирии проходит этот форум. И в рамках форума регистрируете свою заявку. Чем хороша очная история? Тем, что вы приезжаете на этот форум и можете в очном режиме защитить свой проект. Как раз то, о чем я говорила. Харизма, любовь к своему проекту делает просто чудеса. Фонд культурных инициатив. Все, что связано с культурой, искусством, креативными индустриями. Туризм у нас входит в креативные индустрии. Можно же придумать что-то на базе своего объекта. Конечно. Что-нибудь такое реализовать для молодежи, для малообеспеченных семей. И это же тоже как бы будет... Да, в том числе, естественно. Допустим, вы проводите какой-то фестиваль. Но вот в Воронежской области мы проводим фестиваль авторской песни «Рамонский родник». Он туристический, он музыкальный. Он относится к культуре. И за счет того, что это всероссийский фестиваль, очень много приезжает туристов из других регионов. Соответственно, на его проведение мы запрашиваем средства. Здесь можно средства запросить на заработную плату сотрудников, кто реализует этот проект. Можно на закупку оборудования, которое вам необходимо для этого объекта. То есть за несколько конкурсов, за несколько грантов в рамках этого конкурса мы получили музыкальное оборудование, которое нам теперь не приходится арендовать. Через фонд культурных инициатив на территории, где мы предполагаем строить тоже туристический объект, мы организовали старый сад на Новый Лад. Это у нас сенсорный парк. Парк, который весь выстроен за счет плодовых деревьев. Плодовых и деревьев, кустарников, трав. Он, помимо всего прочего, сенсорный еще по цвету. То есть у нас каждая часть сада, она определенного цвета. То есть либо все деревья и цветы красные, либо плоды у деревьев красные. То есть вот ты зашел в красную зону, зашел в желтую зону. Мы, конечно, еще в процессе досоздания. Мы уже реализовали этот грант. Мы получили 2,5 миллиона рублей от фонда культурных инициатив. Но вот постепенно на территории будущего туристического объекта создаются те или иные локации, которые будут являться привлекательными для туристов. Не только прийти пожить в домике, но просто приехать на эту локацию. То есть магнит такой. Определенный магнит, да. Пусть это быстросрочный, как там фестиваль провести, но это создается такой магнит. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь. Не только следите за Минэкономразвития. И печаль, что на 2024 году они не будут распределять. Есть еще и другие меры поддержки. Ну и главное, чтобы быть в курсе, где все гранты увидеть, с глубоким уважением отношусь к этому каналу и везде о нем говорю. В телеграм-канале находим «Капитан грантов». Подписываемся. И каждый день публикуются гранты, какие существуют. Конечно, 99% грантов дается некоммерческим организациям. То есть это автономные некоммерческие, общественные организации и так далее. Ничто не мешает вам, предпринимателям, рядом со своим предпринимательским юридическим лицом создать еще и некоммерческую организацию и претендовать на гранты, которые связаны именно с социалкой, привлечение малобеспеченных, многодетных, проведение каких-то мероприятий в этом направлении. Хорошо, ну вот смотри, мы выбрали грант, и везде нужно написать заявку, защитить свой проект. Ты говорила, классно, когда эта история, когда ты сам можешь защитить с помощью харизмы, любви к своему делу, классно написанные заявки проекту. А что вообще влияет на положительное решение по принятию гранты, если мы не защищаем проект? Вот на что ты обратишь внимание в заявке? Что у тебя вызовет доверие к этому? Ну, в первую очередь, это бюджет. То есть, когда я, как эксперт, проверяю заявку, я обращаю... Ну, для меня важно... Сейчас я говорю про гранты социальные, да? Для меня важно, скажем так, четыре характеристики проекта. Первое – это название. Я уже из названия должна понимать, о чем проект. Ну, допустим, название «Воздух Алтая» для меня непонятно о чем. Туристический какой-нибудь сувенир. Не знаю, трехлитровая банка, закатанная, и написано «Воздух Алтая». Либо это может быть воздухосвежитель «Воздух Алтая». О чем проект, непонятно. А когда это написано, что это создание, допустим, второй очереди глэмпинга «Воздух Алтая», я понимаю, о чем проект. Или благоустройство детской площадки в санатории таком-то. Я тоже понимаю, о чем проект. Поэтому рекомендую название ваших проектов делать более открытыми. Некое имя собственное и, соответственно, расшифровка, о чем проект. Второе, на что я смотрю, это краткое описание проекта. Знаете, когда книгу берешь и думаешь, купить ее или не купить. Нет, не содержание. Анотация. Вот эта маленькая аннотация в четыре строчки, которая либо любит меня в эту книгу, и я ее приобрету, либо нет, вот это краткое описание должно меня влюбить в ваш проект. Я должна понять, о чем проект, без, возможно, серьезных подробностей. Но в первых двух строчках, знаете, как мы... В первых двух строчках я о том, о том, кто вы, и о том, что вы уже сделали. А все остальное, 90%, вы говорите о том, что будет проходить в рамках вашего проекта, в рамках реализации проекта. Мы создадим площадку для людей с ограниченными возможностями, которая будет состоять из того-то и из того-то. Для того, чтобы привлечь этих людей на эту площадку, мы проведем такое-то спортивное мероприятие и так далее. Опишите мне проект. Следующее, на что я буду обращать внимание, это чтобы ваше краткое описание соответствовало календарному плану. Это то, что мы называем содержание. Вот календарный план обязательно должен быть подробнейшим, но повторять краткое описание. Если вы в кратком описании мне сказали о том, что будет проходить ярмарка ремесленников, значит, у вас в календарном плане должна быть ярмарка ремесленников с количественными и качественными показателями. Сколько ремесленников будет? Сколько будет выставочных павильонов? Каких результатов вы добьетесь по окончании этой выставки? Ремесленники там продадут такое-то количество товаров или будет заключено столько-то договоров, либо они там продвинут свои товары еще где-то. То есть обязательно должен быть результат. И вот этот результат должен совпадать с количественными и качественными показателями. То есть если вы написали, что у вас будет 100 ремесленников на ярмарке, у вас их по зарез должно быть 100. И отчитаться вы должны за 100. Но отчитываться вы будете списками регистрационными этих самых ремесленников и фотографиями этих самых ремесленников. Если вы написали о том, что вы приобретете и поставите 10 лавочек, у вас в бюджете, в календарном плане, в кратком описании и в отчетных документах должно быть 10 лавочек. Если у вас где-то возникли скамейки, вас отчет не примут. Это одно и то же. Сидим. На чем сидим. Но лавочка и скамейка в отчетных документах – это две разные вещи. И следующее, на что я обращаю внимание, за что я сразу снижаю оценки – это бюджет. Если бюджет написан из головы, нет подтверждающих документов, коммерческих предложений, нет ссылок на сайты, где я увижу, что вы будете приобретать и сколько это стоит. Я никогда не поверю этому бюджету. Если вы завышаете стоимость работы своих сотрудников, я никогда не поверю в это. Поэтому бюджет для меня лично – это самое основное. Если вы говорите о том, что один человек может провести фестиваль, на который соберет 5000 человек, я в это не поверю. Даже если вы ему поставите заработную плату в 500 тысяч рублей, не может один человек создать такое мероприятие. У вас должна быть команда проекта. И вот на команду проекта очень тоже серьезно идет внимание. То есть обязательно, чтобы это была правдивая, четкая информация, красиво написанная, чтобы зацепляла, и, соответственно, чтобы это вызвало доверие у эксперта. И важно, чтобы это было правдой. Это считывается молниеносно. Вы не поверите. Вот когда ты читаешь проект, я еще, знаете, я же провожу практические семинары, и у меня всегда на практическом семинаре существует такой прием. Я даю две реальные заявки из гранта. Я спросила до этого разрешения у грантополучателей, можно ли их в проекты использовать. Я даю два этих проекта каждому, кто присутствует на семинаре. И даю оценочные листы как эксперту. Вот теперь в ваших руках получит этот проект грант или нет. Идет оценка в течение целого часа. Когда мне говорят эксперты о том, что они оценивают проект за 10-15 минут, я в это не верю. Я когда работаю экспертом, у меня на это уходит минимум час. Никогда не выходит меньше. Прочитать, осознать, понять, поставить оценку. Если оценка меньше максимальной, я должна дать пояснение, почему. И вот тут обиды возникают у эксперта. Когда я пишу своими словами, что мне не понравилось. Мне обидно, что это не доходит до заявителя. Но действительно, отдайте вы ему то, что мы написали. Ведь действительно человеку очень важно понять, в чем ошибка. Обратную связь, да. Итак, они получают, оценивают. Дальше я их объединяю в группы. Они между собой, как экспертное бюро, должны принять решение. Вот я поставила 25 баллов, а ты поставила 10. Почему? Начинают выяснять отношения. Почему? Выводят среднюю оценку. А дальше по два представителя из команды выходят, презентуют, рассказывают об этом проекте. Та же команда не знает, о чем проект. Расскажите. И вот тут начинается самое вкусное. Два человека, два абсолютно разных мнения. Этот проект про то, что бабушки в своих дворах будут собираться и проводить замечательно время. Второй говорит, нет. Этот проект про то, что на территории жилого комплекса будет создана спортивная площадка, на которой будут заниматься дети, ну, в общем, все жители. Он говорит, да ты что, где там бабушки? Там никаких бабушек не было. Как не было? Вот же бабушки. То есть два человека читали проект, один и тот же, но совершенно по-разному его поняли. Это как раз прочеловеческий фактор. Вы знаете свой проект бесконально. Вы его переписываете теми словами, которые вам понятны. Когда я его читаю, я его вообще не понимаю. Поэтому перед тем, как подавать заявку на грант, отдайте свой проект как минимум трем людям, которые совершенно не знают ваш проект, чтобы они его прочитали и сказали вам, что они не поняли. В случае, если они что-то не поняли, именно это нужно исправлять. И писать. Да. Потому что по-другому эксперт будет читать и увидит бабушек, которых у вас в проекте даже и не было. Сколько много нюансов. Поэтому лучше всегда обратиться к эксперту. И я думаю, что это правильно. Сам ли ты подготовил? Либо тебе подготовили? Ты как выступаешь, у тебя же бюро даже целое, есть консалтинговое. Но мы не пишем заявки под ключ. И не надо. Потому что это неправда. Это, знаете, это ЭКО. То есть это нужно выносить и родить самому. Да. Да. Знаете, я всегда говорю, что я, как акушер-гинеколог, могу вам эту беременность выносить. Я вас буду пичкать идеями, как витаминками. Я вам даже могу помочь родить этого ребенка. Я вот этот процесс не могу с вами делать. Это вы его делаете сами. Вы должны родить проект. Я могу написать вам проект, и вы его победите. Но ведь вам потом его реализовывать. Я же когда писала, я его писала мысля о своем, а потом у вас оказывается, и вы говорите, а зачем нам это было мероприятие нужно? Ну, потому что благодаря нему вы, возможно, победили в гранте. А я не хочу его реализовывать. Я говорю, ну, подожди, ты же читал этот проект. Ты же его читал. Я сейчас не хочу. А уже потом нельзя. Нельзя. Нет. Если ты написал, ты должен исполнить все то, что у тебя написано в бумаге. Хорошо. Часто задаваемые вопросы. Вот когда уже победили в грантах, да, там уже получили средства, ну, и возникает такой вопрос, что, ну, вот, как сейчас, да, 11 миллиардов, то распределили. Понятно, что у предпринимателей в конце сезона, строительного тем более сезона, уже они потратили на что-то другое. И начинается вопрос, а можно ли пригласить дополнительных там соучредителей, ввести документы в учредительные? Можно ли производителей привлечь для софинансирования? Вот это вот можно или нельзя? Ну, смотрите, во-первых, давайте так. Гранты, которые у нас инфраструктурные, софинансирование всегда деньгами. Если вы берете 30 миллионов и 30 миллионов обещаете, вы должны отчитаться за 60 миллионов живых денег. Именно, чтобы было платежными поручениями, 60 миллионов. В грантах социальных софинансирование может быть тем, что все, что вам дается бесплатно. Это может быть, там, не знаю, работа волонтеров, вам дали бесплатно автобус, вам дали бесплатно помещение какое-то в аренду. Вот то, что бесплатно далось, это тоже может быть софинансирование. В случае введения учредителей в организацию на момент уже реализации проекта, я могу давать много советов. Но отчитываться будете вы перед грантодателем. И лучше бы такие вопросы, все вопросы, касаемые своего изменения внутри чего-то гранта. Допустим, вы предполагали и вам написали коммерческое предложение, что карусель будет стоить 25 тысяч рублей. Но в момент, когда вы стали оплачивать заявку, она вдруг стала стоить 20, потому что у них скидки. У вас оказывается 5 тысяч рублей экономии. Вот потратить этих 5 тысяч рублей на какую-то выдуманную новую статью расходов ни в коем случае нельзя. Это, во-первых, только распределить по тем статьям расхода, которые у вас в смете есть. Допустим, на скамейке, которая прописана, вы можете дотратить. Или берите сидушки к этим же качелькам. Или да. Но и даже это только с письменного согласия грантодателя. Поэтому мы со всеми вопросами, письменными вопросами, обязательно запомните письменными вопросами, идем к грантодателю в свой регион и говорим, «Ребят, так и так, вот у нас в учредители хотят войти производители. Но даже если они войдут к вам в учредители, они должны 30 миллионов деньгами перевести. С вашего счета, на который пришли деньги, должны быть переведены деньги на счет производителя». В данном случае, конечно, возникает вопрос аффилированности лиц. Вот тут нужно вопрос решать юридически. «Я, к сожалению, не юрист, и поэтому рекомендую с подобными вопросами обязательно обращаться в свой регион». Бухгалтеры, да, обязательно, которые умеют отчитываться по грантам, оформлять документы. И если какой-то вопрос сложный складает, то юрист тоже должен быть на примете, у которого можно проконсультироваться. Да, проконсультироваться, но в любом случае принимать решение в рамках гранта только с разрешения грантодателя, то есть только с разрешения региона. Вы должны с регионом дружить. Если у вас возникают какие-то заминки по срокам, вы сразу звоните и говорите, «Ребят, так и так, не успеваю в октябре, но к 20 ноября вот у меня гарантийное письмо. Будем до соглашения переписывать, что-то делать или нет?» Все на усмотрение региона. Ситуация обратная. Ты сказала, сэкономили, допустим, скидка появилась. А если наоборот? Пока мы подали заявку на 10 номеров, какой-то стоимости, пока рассматривали, пока деньги дошли, и получилось так, что цены выросли, и мне уже не хватает на 10 номеров, мне хватает на 7. История это, куда идти тогда? Никуда не идти, нет, уменьшать нельзя. Количественные показатели не изменяются в гарантии. Ни в коем случае. Вам придется искать собственные средства для того, чтобы исполнить то, что было. И, к сожалению, очень большому сожалению, именно эти причины стали вот этими цунами исков судебных, вплоть до уголовных дел, которые сейчас существуют. То есть бизнес как таковой, он должен принимать эту ответственность, что если он идет в эту историю, если мы заходим в эту историю получения бесплатных фактических денег от государства, то, что это и определенный риск предпринимательский, что ты все равно должен уже сделать это. Обязательно. Ну, хорошо. Получили мы грант, подготовили документы, подготовились уже, вовремя открылись, нужное количество открылись. Молодцы, открываем шампанское. Чем заканчивается дальше? По трехгодичным вашим обязательствам о том, что ваше юрлицо не имеет права ни сдать, ни пересдать, ни в аренду, ни в субаренду, должны три года отработать по этому направлению. Это обязательно. Я всегда в своих семинарах заканчиваю тем, что грант написать сложно. Грант получить – великая радость. А вот за него отчитаться – это особая сложность. И да, когда вы получили грант, вы видите, сначала покупаете себе бутылку шампанского, радуетесь и празднуете, но на следующее утро идете в констовары, покупаете огромную красную папку, пишете на ней большими буквами, выносить первой при пожаре, и в течение трех лет, как минимум, храните все бумажные документы по этому гранту. Потому что на любые государственные средства всегда придет дополнительная проверка. Вы отчитаетесь перед своей государственной структурой, то есть перед грантодателем. Кто это? Что за проверки? Это может быть прокурорская проверка. В основном это прокурорская проверка. Они проверяют сделки и количественные качественные показатели по гранту. Если вы обещались построить 10 глэмпингов, то они у вас три года должны 10 находиться. Они могут прийти пересчитать ваших 10 глэмпингов и свериться с вашими документами, что они у вас есть. У меня есть замечательный пример. Я уже 7 лет работаю с автономной некоммерческой организацией спортивный клуб бокса. И вот директор у меня просто бумажный червь, с которым я вечно борюсь. Иван Васильевич, это невозможно с человеком по-другому. Каждая бумажка должна быть лично подписана. Я уже говорю, Иван Васильевич, мы с тобой 7 лет работаем. Ну распишись уже за меня в этом акте. Ну что же я из одного конца города поеду в другой? Нет. Приедь, распишись. И вообще разговоров нет. И у него этих вот наших красных папок, у него уже 5 или 7. Я уже не помню, сколько мы грантов с ним отчитались. И все документы сложены в файлики не документами, а постранично. И вот у нас была проверка прокурорская, пришли проверять. Он дает папку, у него такая длинная линейка, там сотрудник листает, и решил что-то вытащить из этого файлика. И прям сразу линейкой по рукам. Зачем? Все постранично. У нас длилась проверка 15 минут. Поэтому... Готовиться можно. Даже, ну, вы в рамках реализации проекта собираете все документы. На каждое платежное поручение у вас должен быть договор, счет фактуры, закрывающий документы. По-другому нельзя. И фотоотчет. Как была пустая земля, как копали котлован, как проложили сантехнику, проложили там трубы, что поставили, как строили. Вот это все вы фотографируете. Это все доказывает вашу работу. Храните это 3-4 года. Храните. То есть срок давности вот этого вот, именно проверок, 4 года? Ну, да. 4 года. Ну, 3 я бы рекомендовала 4. На всякий случай. Да. Да. И, конечно, сейчас очень серьезно проверяют поставщиков. В каждом гранте прописано, даже в положении прописано о том, что в договоре между заявителем и поставщиком должна быть фраза о том, что поставщик согласен на проверку сделки. Не на проверку деятельности поставщика, а конкретно этой сделки. Почему сейчас очень много исков? Именно потому, что стали выявляться... Да. Потому что, когда нельзя в субсидию было включить доставку, повышалась резко цена на модуль. Да, да, да. Особенно наше расстояние врачей. И вот именно из-за этого сейчас пошли очень серьезные контрольные проверки, контрольный звонок производителю. И все. И все открывается тут же здесь и молниеносно. Такие же люди работают. Конечно. Государство обмануть нельзя. Государство можно обмануть только в том случае, когда ты согласен с тем, что ты сядешь. только в этом случае. Тогда, пожалуйста, хотите попробовать, что такое быть на той стороне? Вперед из песни. А скажи, пожалуйста, в документе, в положении, когда мы распределяем грант, можно найти же отчетные документы, то, что нужно. То есть мы обращаем внимание не только ни на что, где дается грант, и как его получить, но и как отчитаться. В положении все прописано. Вообще, я всегда говорю о том, что начинать свою деятельность по написанию заявки нужно с прочтения положения. В положении все ответы на ваши вопросы. Прямо открываете его и с красным маркером читаете. Все, что красным маркером пометили, звоните в регион, звоните грантодателю и уточняйте эти вопросы. Там есть и про то, как рассчитать саму субсидию. Там есть про то, какие документы необходимо предоставить. Там написано про то, как вы будете отчитываться и в какое время. И далее, самое главное, когда вы уже выиграли и начинаете подписывать соглашение, читайте соглашение подробно. Вот прям как запятая стоит, как интерпретация от этой запятой поменяется. Потому что один абзац может решить всю вашу судьбу. Нельзя помиловать. Вот запятую поставь по-другому, и смысл меняется абсолютно. Еще раз проверяем все документы. Проверяем обязательно документы со всеми поставщиками, с указанием обязательного пункта. Нельзя, чтобы были указаны скидки, нельзя, чтобы указана была доставка. Монтаж мы можем указывать. Да. Ну и, соответственно, неотъемлемые части, если мы говорим про модули для глэмпингов, для отелей, для расширения отеля, номерного фонда, то не должно быть больше. Там матрасы, тапочки, покупать. Это если мы говорим про субсидию на модули. Когда у нас был грант на глэмпинге-кемпинге, 4,650, таких ограничений не было. Нет. То есть обязательно это проверяем не только себя, но и всех своих контрагентов. Конечно. Потому что это важные документы, которые... А хорошо, а есть такая ситуация? Хранимые документы, но контрагент, поставщик уже, ну там, завтра его не будет. Проверят только вас? Хороший вопрос. Ну, если контрагент слился с этого рынка, ну, значит, его уже никак не проверят. Да, его уже никак не проверят. Ну и для поставщиков, да, это проверка сделки. Проверка сделки, и она может быть неоднократной. Кстати, у нас была такая практика по гранту в Калининградской области. У нас... Вот за год у нас 4 раза и 4 проверки там проходили по сделке с запросом всех основных документов. Тоже такая история, как бы, ну, заставляет немножко, как бы, ну, на второй раз нервничали, потом уже успокоились. Конечно. Потому что одни и те же документы запрашиваются разными лицами. Вроде как бы думаешь, ну, я же там отдавал это уже все. Ну, знаете... Могический фактор. Когда вы просите, когда вы получаете в государстве большие средства, нужно понимать, что за них нужно отчитываться. И если у вас раз запросили, второй раз запросили, поэтому я и говорю, сделайте бумажные копии, потому что, ну, не знаю, компьютеры горят, флешки теряются, а вот папку прям храните. Прям храните, как зенец ока. Это и главный совет постгрантовой поддержки такой. Однозначно. Однозначно. Скажи мне, пожалуйста, ну, как бы в финале наш разговор такой, я думаю, что очень нужный, полезный, много чего разложили по полочкам. И вот я все время спрашиваю своих респондентов, расскажи самые запоминающиеся проекты свои. Вот прям топ из топа какой-нибудь. Ну, сейчас я скажу, что я просто рекламирую Воронежскую область. Но мы знаем, что в Воронежской области все хорошо. И с грантами предпринимают. Там очень много крутых проектов, реально, и много крутых предпринимателей. Очень многоуважаемый Сергей Слабунов. Когда у нас объявился первый грант Ростуризма, так как я очень хорошо сотрудничаю с ассоциацией, и, скажем так, мой взлет как эксперта был спасибо Ростуризму, что они не провели никаких образовательных мероприятий. Вот на этом-то, что называется, я и поднялась и расцвела, и теперь продолжаю пахнуть. Так вот, в связи с тем, что это была ассоциация, у меня, наверное, проектов 80 были про глэмпинги. А, еще, кстати, да, это как раз к описанию. Все 80 проектов начинались такими строчками. Глэмпинг. Это гламурный кемпинг, который пришел к нам из Англии. 80 из 80. Только два проекта. Один проект, который ко мне пришел на аудит, совершенно был про другое. Он был про троллей. Я уже потом Сергею звоню, говорю, не надо ничего проверять. Вообще, вот пусть как есть будет написано. По одной простой причине. Это уникально. Это никто так не сделал. У нас сногсшибательный, уникальный троллей с крыши ресторана. 15.86 через дорогу и Воронежское водохранилище на дамбу. Ну, кайф. Ну, просто кайф. Еще никто этого не сделал в городе. Он уникален. Вообще, Сергей, что не делать, все уникально. Альпака парк, хаски парк, потрясающий, необыкновенно красивый глэмпинг белый колодец. Я могу про него говорить постоянно везде. Ну, и крутая сейчас тропа у него. Тропа, это да. Вы знаете, были отзывы, когда прям вот стоит человек и рыдает. Потому что это какой-то, это определенный психологический тренинг. Потому что, проходя эту аудиоэкскурсию, ты в себе очень многое открываешь. Поэтому прям вот в Воронеж приезжаете, я вас жду. 15.86. Позавтракали вкусно, на троллей спустились, поехали в белый колодец на целый день с альпаками. Кстати, стоп. С альпаками, если вы приехали, решили сегодня к альпакам сходить, не попадете. За две недели раскупаются билеты. Я еще ни разу у альпак не была. В Сочи же открыли. В Сочи открыли. В Сочи открыли. И уже за два месяца или за полтора, что они действуют, 1100 человек уже побывали. Это те, которые по билетам. Это не те, которые пресс-туры и все остальное. Именно те, которые по билетам. Поэтому да, прям респект и уважуха, что называется. Ну, вот так вот. Путь с уникальными, это запоминается. это запоминается сразу. Даже не потому, что это Воронеж, а потому, что это так уникально. Спасибо большое, Лена. Ну, спасибо за полезное интервью. Я тоже для себя прямо разложила по полочкам. Я думаю, что всем нам будет своим полезным посмотреть. Будем надеяться на то, что не будет цунами возврата в денег, а все вы напишите правильные, хорошие, реальные заявки и у вас не будет проблем с отчетностью. Самое главное, чтобы не было проблем с отчетностью. Удачи вам в вашем бизнесе. И новые гранты, чтобы они снова возобновились. Да. В том направлении, в котором хочется нам. Нам, да. Спасибо большое. Спасибо. Все, отлично. Отлично. Продолжение следует...